Всем привет дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у нас с вами обзор из магазина Светофор, расположен по адресу город Минск, Янковского, 34. Оставайтесь со мной до конца, желаю приятного просмотра! Итак, начинаем мы с первого товара. В продаже появилась вот такая лампочка Lex на 2,75 рубля, производство Беларусь. Также в продаже в данном магазине имеется рулонная штора цвета Ivory, размер 60 на 185 см, цена 13 рублей 31 копейка, производство Россия. Следующая находка это сушилка алюминиевая с передвижными веревками, цена 10 рублей 8 копеек, длина состоит 50 см, производство Беларусь. В продажу вновь поступило средство гель от караканов и муравьев, масса 75 грамм, цена 2 рубля 37 копеек, производство Россия. Вот такой ручной опрыскатель с помпой стоит 8 рублей и 1 копейка, объем составит 3 литра, производство Россия. Закаточные металлические крышки от компании Вкус Лето 5 рублей 17 копеек, за упаковочку состоящую из 50 штук, производство Россия. Набор состоящий из кувшина объема 1,5 литра и 4 стаканчика, цена 5 рублей 57 копеек, страна-изготовитель Россия. Строительные мешки для мусора 5 рублей 54 копейки на 160 литров, 10 штук, производство Беларусь. Еще в продажу поступила новая расцветка гладильной доски Лина 1, цена 32 рубля 46 копеек, производство Россия. Чистящие средства отделит антижир от компании ГАЗ, стоит 6 рублей 38 копеек, за объем 600 миллилитров. Пластиковый компостер объемом 800 литров, стоит 75 рублей 99 копеек, страна-изготовитель Россия, к нему можно еще докупить второй и объединить будет немного повыше. Так, следующая очень классная находка, это секционный заборчик, расцветка Хаки, размер 51 сантиметр на 30, 6 штучек в наборе, 10 рублей 8 копеек, тоже очень-очень выгодно. Производство Россия, на ощупь материал довольно-таки крепкий, мне кажется, хватит надолго. Также в продаже имеется пищевой бак на 50 литров, цена 20 рублей 89 копеек, производство Беларусь, в комплекте идет еще и крышка. Еще хочу вам рассказать, что в продаже имеется вот такой хороший комплект постельного белья из бязи, 100% хлопок, Республика Беларусь, полуторка стоит 40 рублей 10 копеек. Я именно хочу показать расцветку, потому что которую я показывала у себя на Бурдейново, никому не зашли, а вот такая фиолетовая, даже очень ничего. Следующая находка, это покрывало от российского производителя Евро, размер 200 на 210 сантиметров, цена 23 рубля 80 копеек, оно идет двухстороннее, термостежка, скорее всего здесь 100% полиэстер. Сейчас я покажу, какая же расцветка присутствует в этом магазине, она такая идет вот, можно сказать, с розовой цветочкой, в принципе, довольно-таки неплохо, и цена вполне бюджетная. Так, дорогие друзья, я немного ошиблась, когда я ложила на место вот именно вот это покрывало, обнаружила еще вот такую расцветку, значит, второй вариант идет такой более темно-малиновый, и есть еще просто вот такая бежевая с сочками, значит, в магазине имеются три расцветки. Первый от компании Фрута Няня, цыпленок и овощи, масса 100 грамм, 1 рубль 42 копейки, производство Россия, на возраст плюс 8 месяцев. Еще здесь появилась сахарная вата, цена 4 рубля 53 копейки, производство Россия, помню, купили такую пару лет назад, я ее ела, наверное, месяца три, очень-очень сладкая, конечно же, она на любителя. Арахис Глокузури со вкусом кокоса, масса 1 килограмм, 7 рублей 8, 1 копейка, производство Россия, мне писали только один озов по поводу этого арахиса, к сожалению, он был отрицательный. Также в этом магазине появились вот такие жевательные резинки в коробочке, 100 штук в наборе, цена 10 рублей 78 копеек. Набор конфет Шокополит, компании Невский кондитер, стоит 4 рубля 20 копеек, за массу 500 грамм. Для тех, кто любит грильяж, хочу посоветовать вам вот такой борский, мне он очень-очень понравился, такой, как я люблю, прям тверденький. Цена 5 рублей 88 копеек, за массу 500 грамм, производство Россия. Панировка для золотистой курочки, стоит 1 рубль 71 копейка, масса 200 грамм, тоже писали не очень хорошие отзывы. Натуральный какао-порошок, масса 200 грамм, 1 рубль 61 копейка, но хочу сказать сразу, что от натурального тут, наверное, одно слово, потому что хороший какао-порошок стоит очень и очень прилично. Вот такой кофейный напиток классный со вкусом банана, масса 200 грамм, стоит 4 рубля 44 копейки, страна-изготовитель Россия. Ароматная соль, масса 300 грамм, стоит 1 рубль 9 копеек, страна-изготовитель Россия. Значит, я знаю, что есть 3 вкуса. По крайней мере, в этом магазине я увидела только сванскую. Есть еще вот такая адыгейская. Сейчас я поближе покажу вам состав, если что, ставьте видео на паузу. Сухая смесь для приготовления кваса от компании Все Включено, страна-изготовитель Россия. 1 рубль 30 копеек, масса 100 грамм. Хотела бы я вам рассказать, какой он по вкусу, но, к сожалению, я только вчера его залила, он должен постоять сутки, потом его нужно охладить. Скорее всего, если что, отпишусь в комментарии, стоит ли брать или нет. От компании Маги появилась вот такая приправа для румяной курочки с чесноком. Стоит она 93 копейки, масса 32 грамма, производство Россия. В продажу вновь поступили мини-ваффины с начинкой вареная сгущенка. 3 рубля 44 копейки, масса 465 грамм. Страна-изготовитель Россия. По вкусу они довольно-таки неплохие. И цена очень-очень бюджетная. Вафельный десерт с шоколадной орешек, масса 500 грамм. Стоит 5 рублей 48 копеек, производство Россия. Еще очень выгодная цена представлена вот на такой бисквитный рулет. Начинка вареная сгущенка, масса 300 грамм, 2 рубля и 2 копейки, производство Россия. В морозильном отделении обнаружила вот такую новинку пельмени из Волковыцка. Цена 4 рубля 62 копейки, за массу 900 грамм. Производство, естественно, Беларусь. Мороженое из Кимо, рошанская марка, 92 копейки, за массу 70 грамм. А вот такая уже огромная упаковочка пломбира с ароматом ванили. Масса 1 килограмм, супер бюджетно, 11 рублей, 61 копейка, производство Беларусь. Мороженое лакомство с ароматом ванили, масса 450 грамм. То есть вот так у нас эта упаковочка выглядит, стоит 5 рублей 97 копеек, также производство Беларусь. Атлантическая сельф, пряного посола, малосоленый кусочек, масса рыб 400 грамм, 104 рубля 98 копеек, производство Беларусь. Еще в продаже имеется вот такая огромная упаковка. Сельф неразделанная, масса 1 килограмм, 104 рубля 93 копейки, также производство Беларусь. Ну что, остается у нас с вами последний отдел самых таких вкусненьких деликатесов. Колбаска Хуторская стоит 5 рублей 93 копейки за массу 1 килограмм. Состав также, если что, ставьте видео на паузу и подробнее ознакомьтесь. Продукты свинины, мясной, сырокопченый, рубленый, ветчина, новая охлажденная, цена 16 рублей 99 копеек за массу 1 килограмм. Еще в продаже обнаружила вот такую колбасу. Значит, цена 17 рублей 8 копеек за массу 1 килограмм колбаса итальянская с салями. Кто-то попробовал, тоже обязательно отпишитесь в комментарии. Посмотрите, какую вкусняшку я обнаружила от минского мясокомбината Щековина по-деревенски. Вакуумная упаковка стоит 6 рублей 94 копейки за массу 1 килограмм. То есть примерно упаковочка весит менее килограмма. Ну и выглядит очень даже аппетитно. Творожная паста от компании Минская Марка с ароматом ванили стоит всего лишь 1 рубль 95 копеек за массу 400 грамм. В продаже появилась картофельное пюре от компании Доширак. Цена, к сожалению, здесь не указана. Стоит, думаю, примерно менее рубля. Так, рассказываю по поводу этого подсолнечного масла от компании Полнаслов. Оно идет рафинированное, дезодорированное. Объем 1 литр, 3 рубля 62 копейки. Это супер очень выгодно. Я такую же купила, протестировала. Вполне неплохое масло. На нем я жарила пончики. Никакого ни запаха, ни отдушки мы не почувствовали. В общем-то, я советую. Бананы сушеные, массой 150 грамм. Стоит 2 рубля 42 копейки. Страна-изготовитель Вьетнам. Кстати, в этом магазине появилась новая расцветка эмалированного чайника. Объем здесь 3,5 литра. Стоит 28 рублей 77 копеек. Страна-изготовитель Россия. Также здесь можно приобрести капсулу для стирки белья Тайт Калор. Их 18 штук. Стоит 16 рублей 99 копеек. Напоследок видеоролика я решила записать небольшой видеоотзыв по поводу сухой смеси для приготовления кваса от компании. Все включено. Технология приготовления довольно-таки простая. Я уже инструкцию саму бумажку выкинула, но не суть. Примерно на 2 литра теплой кипяченой воды градусов 30-35 нужно растворить сухую смесь. Можно еще ко всему добавить изюм. В принципе, что мы и сделали. Всю эту баночку мы накрыли салфеткой и оставили при комнатной температуре сутки бродить. Сутки стоять, кваситься, думать. Далее мы на ночь закинули уже в холодильник охлаждать. То, что как раз было и написано. На утро я встала, думаю, ох, сейчас попью своего кваска. Попила. Только я открыла саму вот крышку. Я поняла, что запах этот просто отвратителен. Тут, я не знаю, смесь брошки, смесь какой-то рвотины. Я не знаю, как вам передать словами. Это просто отвратительно. Но, тем не менее, я решила все-таки попробовать. Получилось хоть что-нибудь. По факту никаких здесь пузырьков нету. То есть, они вот немного плавают на этом изюме. Но здесь больше ничего нету. По вкусу это совершенно не квас. Это действительно помой. Квасом здесь и не пахнет, и не стоит. Для меня это небольшое, как бы сказать, разочарование. Не в плане том, что я отдала там рубль с чем-то, по сути, копейки. А то, что это как бы мы делали, мы это ждали, мы это хотели попробовать. А вышло что-то вообще непонятное. В общем-то, я от себя, честно, не буду советовать приобретать этот продукт. Вообще, что по отзывам? Наверное, один положительный отзыв, точнее, видеоотзыв парень в ТикТоке записывал. Рассказывал, что дело квас, ему все очень классно понравилось. Остальные же девчонки, которые переходили на мой профиль, писали, что это какая-то отвратительная вещь. Что вообще не стоит это бы даже брать. Я не знаю, наверное бы, если бы увидел это мой шеф-повар, сказал бы, где-то был не соблюден технологический процесс. Я не знаю, где я не могла соблюсти, потому что инструкция простая, с ней справится даже и школьник. По итогу, девчонки, мальчишки, не советую брать этот продукт. Я, в свою очередь, попробую взять, есть еще концентрат квасного сусла, он продается в стеклянной банке. Буду экспериментировать, посмотрим, что из этого выйдет. Но, к сожалению, сухая смесь не прошла проверку. Итак, теперь мы уже окончательно с вами прощаемся. Я, как всегда, желаю вам приятных и, главное, выгодных покупок. Всем до скорой встречи на моем канале. Всем пока-пока.